Что это за шум? Вы протираете глаза и направляетесь в ванную. Всплески воды в туалете разбудили вас посреди ночи. Вы включаете свет в ванной, пытаетесь найти источник звука и понимаете, что он доносится из унитаза. Крышка опущена, поэтому вы не видите, что происходит внутри. Вы дрожите, не зная, стоит ли ее открывать. Звук становится более интенсивным. Вы берете веник, медленно поднимаете крышку и видите крысу, которая пытается выбраться. Вы захлопываете крышку и вызываете службу по борьбе с вредителями. Не волнуйтесь, не из каждого унитаза могут вылезти крысы. Но чтобы знать, как крысы могут добраться до унитаза, нужно понять, каким гибким и ловким телом они обладают. Крыса способна пролезть в любое отверстие, куда поместится ее голова. Поэтому, если увидите дома крысу размером с вашу ступню, постарайтесь найти и заделать даже самые узкие щели. Если в них проходит крысиная голова, то и вся крыса тоже. Ее кости гибкие и при прохождении через узкие пространства выдерживают сильное давление без всякого вреда. Если крыса выползает из унитаза, значит, она заплутала в канализации и оказалась в трубах, ведущих к вашему дому. Конструкция унитаза гениальна и революционна. Механизмы смыва призваны облегчить нашу жизнь и сделать так, чтобы ничто из смываемого не выходило обратно. Внутри есть вода, которая поступает из труб. Похоже, крыса надела водолазный костюм, чтобы преодолеть этот путь. Извините, что я вас огорчаю, но крысы – отменные пловцы. Они могут плавать часами, не уставая, погружаясь под воду и задерживать дыхание, когда это необходимо. Итак, скорее всего, крыса заблудилась в канализации и нашла отверстие, ведущее к вашим трубам. Деваться было некуда, и она принялась плыть по лабиринту, пока не оказалась в унитазе. Гибкое тело позволило ей пройти через узкие отверстия с той же легкостью, что и на суше. Специалисты приехали и ликвидировали крысу. Они проверили, нет ли рядом ее собратьев и убрались на месте происшествия. Если вы живете в болотистой местности, вроде Флориды, то, скорее всего, слышали, что в канализации живут аллигаторы. Это преувеличение, но шансы встретить других рептилий в туалете вполне реальны. Например, в самый неподходящий момент вы можете наткнуться на ящерицу, заглянувшую в вашу уборную в поисках пищи или убежища. Конечно, встретив ящерицу в туалете, не мудрено испугаться. Но не волнуйтесь, вы можете вызвать специалистов, чтобы они переместили животное в более подходящую для него среду. Вашей ванной снова царит спокойствие. Сотрудники службы по борьбе с вредителями еще раз проверили трубопровод и не нашли ничего необычного. На следующий день вы аккуратно заходите в ванную, чтобы посмотреть, не пропадется ли там кто-нибудь еще. Ваше сердце колотится, вы потеете. Вы открываете крышку унитаза и ничего не находите. Вы спускаете воду лишний раз, чтобы убедиться, что никто оттуда не выпрыгнет и не напугает вас. Проходит несколько минут. Кажется, все чисто. Вы расслабляетесь, но ваша собака продолжает лаять на дверь туалета. Вы снова заходите внутрь, поднимаете крышку и тут же захлопываете, оттаскивая от нее собаку. Вы вызываете специалистов и показываете им, что нашла ваша собака. Вы готовы смириться с крысами и ящерицами, но это уже чересчур. Специалисты берут мешок и кладут в него большую змею. Да, змеи иногда выползают из туалетов в разных уголках мира. Они тоже могут заблудиться в сети труб и ищут темные места, когда они греются на солнце. Змеи и ящерицы – холоднокровные существа, и им необходимо внешнее тепло для поддержания температуры тела в отличие от теплокровных млекопитающих, чей организм сам справляется с этой функцией. Тело рептилии набирается тепла во время солнечных ванн и сохраняет его до ночи. Похоже, ваша змея просто хотела спастись от жары и заблудилась. Кстати, змеи отлично плавают. Некоторые змеи приспособлены к жизни в открытой воде, и их называют морскими змеями. Кончики их хвостов такие же, как у угрей, но будьте уверены, это самые настоящие змеи. Не волнуйтесь, вы не найдете этих ядовитых созданий в своем туалете. Они живут вдали от больших городов и не выходят на сушу. В Австралии произошел случай, когда из туалета вылез опоссум. Опоссумы могут вырастать до размеров домашней кошки или небольшой собаки. Но этот опоссум был совсем маленьким. Эксперты не смогли вспомнить других подобных случаев за последние 30 лет. Вытащив опоссума, его обсушили и согрели. Как ни странно, детеныш не проявлял никаких признаков стресса после приключения в туалете. Позже эксперты провели дополнительные тесты и выяснили, что он здоров как лошадь, или в данном случае опоссум. Вы можете никогда не встретить в своем туалете грызуна или рептилию, но пауков там предостаточно. Пауки не умеют плавать, поэтому они не перемещаются по сетям трубопроводов. Однако в поисках укрытия они рассматривают ваш туалет как отличное место, чтобы ловить тараканов, мух, комаров и других насекомых. В Австралии черные вдовы тоже ищут лучшие места для создания паутины. Неудивительно, что многие из них выбирают туалеты, чем-то напоминающие пещеры. Увидеть любого паука в туалете неприятно, но обнаружить там одного из самых ядовитых пауков – это совершенно новый уровень шока. Если с вами такое бывало, вы, должно быть, живете в районе, где черные вдовы водятся в изобилии и легко пробираются в дома. Они предпочитают селиться в кухонных шкафчиках и углах гаража. Особенно опасно совать руки в темные места, где ничего не видно. Черная вдова может рассердиться и обрушить на вас свой гнев. Детеныши черных вдов не похожи на свирепых взрослых особей. И лучше остерегаться самок, поскольку они более опасны, чем самцы. Вряд ли вам удастся отличить самку от самца, но мы на всякий случай предупреждаем. Вообще узнать черную вдову проще всего по красным песочным часам на ее теле. Есть разные виды черных вдов, и у некоторых песочные часы могут быть странной формы и необычного цвета, например, оранжевого. В любом случае не подходите близко, если увидите черную вдову. И вот вам хорошая новость. Они все-таки предпочитают жить на свежем воздухе, а не в домах. После всех этих переживаний вы решаете полностью переделать ванную комнату и сменить сантехнику. Вы вызываете специалистов, которые устанавливают в трубах камеру, чтобы можно было обнаружить любые подозрительные отверстия или чьи-нибудь гнезда. Вы следите за чистотой туалета, дезинфицируя его с помощью лучших моющих средств. Впрочем, вместо них можно использовать белый винный уксус или пищевую соду. Если заливать их в унитаз, а потом интенсивно орудовать ершиком, в туалете будет чисто, и при каждом смыве вы почувствуете запах свежести. А еще важно бороться с влажностью. Некоторые вредители ее обожают, поэтому им так нравятся ванные комнаты. Обязательно вытирайте на сухопол после того, как примите ванну или душ. Проверьте, нет ли протечек вокруг раковины и в других местах. Если в помещении нет окон, держите дверь открытой, чтобы не задерживать влагу. Постоянно опрыскивайте ванную комнату средством от насекомых для максимального эффекта. Следуйте этим правилам и на кухне, где тоже возможны протечки. И убедитесь, что вредители не поселились в сливном отверстии кухонной раковины, ведь они могут разносить заразу.